Всем привет! Я давно обещал своим подписчикам показать самый простой повышающий преобразователь. Такой, чтобы можно было исполнить на максимально минимальном количестве деталей. Вот я и выполняю свои обещания. Перед вами на столе повышающий преобразователь, который работает от 3 до 12 вольт и может от 20 вольт сработать. И который преобразует энергию обыкновенного постоянного тока от батарейки в переменное напряжение, но при этом высокое. Схема этого преобразователя слишком-слишком проста. Это батарейка, это катушка, это размыкатель. Как видите, в данной схеме катушка запитывается от батарейки через размыкатель. В тот момент, когда размыкатель замкнут, ток идет по катушке. Это вызывает магнитный поток, который притягивает пластинку размыкателя и реле срабатывает, цепь разрывается. Далее, посредством пружины, размыкатель возвращается на свое место и все повторяется. Но как же он работает? Мало того, что это реле генерирует звук и сигналы, оно еще и повышает напряжение от постоянных 3 вольт до 150, а может даже больше. Мерить я не буду, у меня есть на это индикаторы. В качестве индикатора я буду использовать вот такую индикаторную лампочку. То, что напряжение получилось более высоким, вы сами увидите. Итак, вот она вся схема. Сейчас я подключу батареечку на 3 вольта. Это у меня аккумулятор. Вот такой стандартный 3 вольтовый. И я подключу всю схему в цепь. Так, как оно показано. При включении мы слышим звук. Интересный жужжащий звук. Это срабатывает реле. Реле срабатывает на размыкание. Но вы не увидели, что загорелась лампочка. Сейчас я это исправлю. Подаем напряжение от батарейки и смотрим на индикаторную лампочку. При напряжении лампочка светится. И светится очень даже сильно. Давайте подробно рассмотрим это реле. Схему мы уже видели. Реле это было стандартное. И работало оно над замыканием. Вот катушка. Вот группа контактов. Но в данном случае, когда по катушке идет ток, это реле замыкается. И мне пришлось добавить еще одну группу контактов. А точнее всего один. Вот этот вот торчащий провод. Знаком вопроса. Он касается этой контактной пластины. И в тот момент, когда по нему проходит ток, на катушечку поступает напряжение. Сердечник притягивается. И от моего знака вопроса этот контакт отходит. И все повторяется с частотой, которую позволяет вот эта катушка. Частотой можно управлять. Но сегодня не об этом. Итак, вот он, весь повышающий преобразователь. Если бы у меня было реле с группой не замкнутых и замкнутых контактов, я бы им воспользовался. Но я использовал самое простое реле. Оно мне нравится. Оно позволяет пальцем творить чудеса. Сейчас я сделаю более мелкий план. Отодвину камеру. Сейчас все конструктивные элементы моей схемы находятся буквально у вас на глазах. Никаких лишних проводов, никаких деталей. Индикаторная лампа, хотя и содержит вот этот резистор, но я его не использую. Она включена напрямую. Токи в этой схеме очень даже малы. Теперь, как я обещал, мы смотрим напряжение батарейки 3,7 вольта. Причем этот аккумулятор уже достаточно севший. И я подключаю его вот этим вот клеммом. Так, чтобы не загораживать вам вид. Индикатор горит. Вы можете сказать, что аккумулятор может быть и более высокого напряжения. Давайте использовать вот такие три пальчиковые батарейки. Это примерно 3,6 вольта. Но если батарейки свежие, то это даже 4,5 вольта. Ну, давайте посмотрим. Наверное, батарейки не очень свежие. Релье срабатывает. Конечно, оно гудит. Но, если его расположить в корпусе, во-первых, оно не будет давать таких страшных помех, как сейчас. А во-вторых, оно будет работать гораздо тише. Этот патрон стоит на столе не зря. Я, конечно же, собираюсь с помощью этого преобразователя зажечь какую-нибудь экономную лампочку. Давайте посмотрим. Я вкрутил в патрон лампу-экономку. Ну, точнее, это не лампа-экономка. Это светодиодная лампа, рассчитана на 220 вольт. Но этот преобразователь дает наверняка меньше. Хотя, индикатор галогеновый нам показал, что напряжение здесь больше сотен. И даже более полутора сотен, насколько я знаю. А теперь давайте подключаем все тот же аккумулятор и смотрим, что произойдет. Так как свечение от аккумулятора очень слабое, я выключил свет. Давайте посмотрим, как будет загораться лампочка. Разумеется, от 3-х вольтового аккумулятора свечение достаточно слабое и неинтересное. Но, как я и обещал, в схеме я указывал напряжение от 3 до 12 вольт. И если от 3 вольт у нас зажглась индикаторная лампочка, то 12 вольт я подавать не буду. Я буду использовать батарейку крона. Давайте подключим батареечку крона к нашей схеме и посмотрим, что произойдет. Неплохо так себе. Из 9 вольт мы смогли зажечь вот эту вот лампочку 220 вольтовую. И она прекрасно светится, причем очень даже ярко. От кроны вот такой индикатор светится вообще великолепно. Давайте я его подключу. А лампочку выкручу. Вы и так видели, что она очень ярко светилась. И давайте посмотрим. Неоновый индикатор горит ярким оранжевым светом. Как и было обещано, я сделал и продемонстрировал работу самого простого электрического преобразователя, который работает и от 3, и от 12 вольт, и способен не только вырабатывать высокое напряжение, которое зажигает индикаторы, а даже засветить вот такую лампочку. Надеюсь, вам было интересно. На этом все. Пока. До следующих встреч. Продолжение следует.